Я вам, да, хочу показать, я привезла, а есть у нас хозяйка-то, медведи-то? Нет? Да, Юля, да? Идите, приходите, подходите, вот, выходите, выходите сюда. Вот, я привезла сегодня вам вот такого бушведя, вы знаете, что у меня есть вот такая вот марка бушведей, вот это вот бушведица, её зовут Ариша, сегодня поедет к Юле в гости. Так, нас видно вот вместе? Юля, вот, ну-ка наклоняйтесь вот туда, вот посмотрим, помашем, да, вот у нас такая, да, медведица, вот, это Ариша. Да, у Ариши есть паспорт, вот у ней написано, что родилась она 25 октября 2021 года, рост её 23 сантиметра, пол женский, и, в общем, тут все, пожизненная гарантия прилагается. Спасибо, Юлечка, в перерывчике, да. И у меня ещё есть сегодня такой медведь в мешке, я просто закончила, привезла, но вдруг кому-то понравится, тогда тоже подойдёте в перерывчике. Это вот, Ира, твой коллега, между прочим, это маленький бушведик Тёма, у него есть камера, Canon причём, вот, он уже немножко научился, но ему, конечно, надо срочно кому-то на стажировку, поэтому вот такой вот тоже, может, перерывчики, подойдёте, посмотрите, может, кому-то понравится, вот такой бушведик. Вот. Это вот моё сейчас большое такое дело о моей бушвели. Я поняла с некоторых пор, что вот мне больше всего в жизни мне нравится петь и вот сейчас ещё шить. Потому что это такие вещи, на самом деле, немножко смежные, потому что когда вдруг, вот понимаете, вот ничего нет, вот песни же тоже, да, есть слова, есть какие-то звуки, и вдруг твоими какими-то усилиями вдруг получается песня. И тут тоже так же, то есть есть какая-то тряпочка, ещё какая-то тряпочка, и вдруг через два дня появляется вот прямо вот такой вот какой-то с характером такой вот медвежонок. И мне это очень нравится. Вот. Спасибо, что вы сегодня пришли, что в наше непростое время, Вот. Мы всё-таки не боимся собираться. Мне это очень приятно. И сегодня я хотела бы начать концерт со своей старой-старой песенки. Я пою её как раз только вот в это время, в переходное время между осенью и зимой. Песенку написала я, наверное, лет в 20, наверное, мне было. До зимы остался час, если спросит. На перроне весь в слезах мальчик-косень. Уверяет он меня, что вернётся, знать бы впрок, чем это мне обернётся. Уверяет он меня, что вернётся, знать бы впрок, чем это мне обернётся. Слишком долго он сегодня прощался, что с того, что он всегда возвращался. Опоздает или просто забудет вам то что, а мне покоя не будет. Опоздает или просто забудет вам то что, а мне покоя не будет. Посидел со мной чуть-чуть на дорожку и решительно вскочил на подножку. Посидел со мной чуть-чуть на дорожку и решительно вскочил на подножку. Слишком долго он сегодня прощался, что с того, что он всегда возвращался. Слишком долго он сегодня прощался, что с того, что он всегда возвращался. Вот. И в основном я хочу сегодня в первом отделении спеть вам песенки с нового диска. Ну, как нового уже. Год назад вышел этот диск. Я презентовала его на свой юбилей. И, в общем-то, как бы больше нигде не презентовала. Поэтому мне хочется сегодня попеть песенки именно с этого диска, который называется «Это всё несерьёзно». Это такой четвёртый мой официальный диск. 15 песенок туда вошли. Вот. Я, ну, большинство, наверное, попробую из них вам спеть сегодня. Прошлые выходные мы презентовали книжку Игоря Гольдина. Детскую книжку, которую я сегодня привезла тем, кто заказывал из Челябинска её. Не знаю, кстати, нету Валитовых. Как-то надо будет передать, видимо, да? Танечка передашь, да? Ага. Вот. Танечка передаст. Вот. Замечательная книжка с детскими песнями самарского автора Игоря Гольдина. Вот. Две недели назад мы презентовали книжку «Порошки для девок дур». Это вообще эксклюзивная такая книжка. Но, в общем, я задалась целью. У меня уже есть такая намётка. Попробуем мы, наверное, всё-таки её попробуем издать в таком уже, в массовом тираже. Потому что такой формат очень интересный. Это формат поэтической группы, которую я вела целый год ВКонтакте. В группе ВКонтакте мы писали каждый день разные стишки, порошки по заданиям. То есть я давала каждый день задания, и у меня группа писала вот такие стишки. И потом мы выпустили книжку. Вот. Год написания этих дурацких стишков. Кто-то... Танечка-то читала? Ну как? Смешно, да. Ну такая очень весёлая, лёгкая книжка, да. Вот. Сегодня есть у нас авторы. Сегодня Юлечка вон там есть, Соченкова, с Леночкой, да, Лазаревич. Вот. Они участвовали в этой книжечке. Ну, Катя. Катя вообще была, да, одним из этой. И с причиной создания, да, этой книжки. Вот. Ну что, начнём. Я вам... Ну, для разгона я, чтобы я так это немножко вошла. Песня, которая дала заглавию этому диску. Это всё несерьёзно. Это всё несерьёзно. Черновик на неделю. Нелегальное чудо. Криминальное чтиво. Три касанья в июле. Две записки в апреле. Это всё несерьёзно. Но не значит, что лживо. Это всё несерьёзно. Па-па-па-па-па-па-рам-па-рам-па-рам-па-рам-пам-пам. Па-па-па-па-па-па-рам-па-рам-па-рам-пам. Это всё несерьёзно. Потому что не ново. Что годится для птички? Катастрофа для рыбки. Потому что в начале не читается слово. Это всё несерьёзно. Но не факт, что ошибка. Это всё несерьёзно. Па-па-па-па-па-рам-па-рам-па-рам-па-рам-пам-пам. Па-па-па-па-па-па-рам-па-рам-пам. Это всё несерьёзно. Это всё под рукою. Это всё незаметно. Убивает надежду. Приведи меня в чувства. Я не знаю, в какое. Это всё несерьёзно. Это всё неизбежно. Это всё несерьёзно. Па-па-па-па-па-рам-па-рам-пам-пам. Па-па-па-па-па-рам-пам-пам. Это всё несерьёзно. Наш хороший друг и многим ваш хороший друг Саша Смуров, когда первый раз услышал эту песню, он сказал, хорошая песня, только непонятно, что всё. Ещё одна песенка из этого диска. Песенка называется «Стать Буддой». Мы написали её вместе с моим постоянным многолетним соавтором Лёшей Беляевым. Но существует два варианта этой песни, потому что, как это часто бывает, Лёша приехал, показал мне музыку. У него там всегда очень много этого всего. Я, в общем, как могла у него чего-то там выцепила и запомнила. Через месяц оказалось, что я играю не совсем ту музыку, которую он написал. И теперь он её как-то тоже сам исполняет в более авторском варианте. У меня такой свой получился авторский вариант. Песенка написана после прочтения дурацкой книжки «666 способов стать Буддой». Один из этих способов был выучить черепашь язык, второй способ был отмстить неразумным хазарам. И, в общем, 666 способов дурацких. Причём в книжке было написано всего 66, а написано оно, вы принцип поняли, значит, 600, вы допишите сами. И эта же песня у меня очень сильно связана с Андреем Козловским, который когда-то сказал такую фразу, что с тех пор, как он бросил пить, ему теперь не нужен допинг, и он может радость вырабатывать изнутри. И вот я очень ходила, ходила, думаю, да, действительно, радость надо вырабатывать изнутри. Вот он теперь ходит изнутри, вырабатывает такое. А мы все ничего не научились никак. Последние дни уходящего лета, Финальное шествие юбок коротких, Желтеют билборды, и в качестве бреда Желтеет и наша подводная лодка. На мокром асфальте рисунок вчерашний, Не думая о грустном, я тоже не буду, Учу бестолковый язык черепаши, Чтоб утром проснуться и снова стать буддой. Сердечная мышца сжимается ночью, Стихи о тебе принимаю наружно, И если чего-то отчаянно хочешь, Не значит, что это действительно нужно, Возможно, я просто ошиблась вокзалом, Не думая о грустном, я тоже не буду, Сегодня отмщу неразумным хазаром, Чтоб утром проснуться и снова стать буддой. Осеннее солнце, последняя милость, Последнее счастье бесплатных пирожных, И все, что стремительно с нами случилось, Единственно то, что должно и возможно, И каждую ночь холоднее на градус. Забудь обо мне, и я тоже забуду, Я буду в себе вырабатывать радость, Чтоб утром проснуться и снова стать буддой. Вырабатывать радость, чтобы снова стать Буддой Вырабатывать радость, чтобы снова стать Буддой Вырабатывать радость Вырабатывать радость Ещё одна песенка с этого диска, очень простая, в общем, в духе такого юношеского примитивизма, в котором я писала самые ранние такие песенки, и вот она вдруг написалась, такая уже в этом возрасте, песенка, которая называется «То ли море, то ли ты». Кому звонят? Сюда звонят, видимо. Ну ладно. Я не знаю, что важнее. То ли море, то ли ты, то ли осень по аллее, то ли белые цветы. Вот такие, как ромашки, только выше и крупней, то ли новая рубашка, то ли клеточки на ней, то ли крем с омоложением, то ли крымское Мерло, то ли наши отношения, то ли станция метро. Что бы рядом, что бы близко, что бы миг и твой порог, то ли город Сан-Франциско, то ли смысл между строк, то ли то, что нам приснится завтра, пятницу, зимой, то ли рыба, то ли птица, то ли дождик проливной, то ли то, что будет с нами, то ли глупые мечты. Что важнее, я не знаю, знает море или ты. Что важнее, я не знаю, знает море или ты. Вот такая простая, простая-простая песенка. Так, сейчас я подгляжу, что у меня там, что же я ещё написала. Ну, давайте, пока я ещё лучше вначале спеть. В этот же диск вошла песенка, второй мой эксперимент, подражание, стилизация русской народной. Песенка называется «Гуси-лебеди». Девчонки мне из Красноуфимска на день рождения сделали её, разложили на три голоса. Очень красиво получилось. Вот, «Гуси-лебеди». Ой, да гуси-лебеди Не летают в городе Воробьи да вороны Все это знать. Да не слащи лебеды Ягоды осенние Берега кисельные Не узнать Светит, как и ранее Солнце полосатое В царство тридесятое Долог путь Лебедью израненной Пела-то напрасная Моему прекрасному Не уснуть Пока тебя не было Вырастило дерево Плакала немерено Да без слёз Ждать погоды моря нет Ветер не даёт ответ Почему любимого Не принёс Грусть свою негромкую Выстелю соломкою Соберю и скомкою Пыль сотру Гуси поклевали бы Да не слащи лебеды Да весны ли до беды Да живу Да живу Ой да гуси лебеди Не летают в городе Воробьи да вороды Вся-то знать Да не слащи лебеды Ягоды осенние Берега кисельные Берега кисельные Не узнать АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Вот Такие у меня гуси лебеди И песенка, которую С легкой руки Рустема Якупова В Уфе Ее нарекли пролетарской песней Потому что там все пролетает Да-да-дай-да-дай-дай-да-дай Что это пролетело такое, милый? Так это ж лето Знаешь, оно всегда пролетает Максимум в сентябре Значит, пора оставить в покое Бронь авиабилетов Значит, пора залечь с одеялом В тёплой своей норе Значит, пора залечь с одеялом В тёплой своей норе Что это пролетело такое, милый? Так это ж юность Знаешь, она всегда пролетает Ярко и высоко Знаешь, никто не видел ни разу Чтобы она вернулась Я отпустила, пусть улетает Ты отпусти легко Я отпустила, пусть улетает Ты отпусти легко Что это пролетело такое, милый? Не так уж важно Облако или птица Какая нотных страниц листы Завтра наступит осень Восточный ветер Тепло и влажно День пролетает, жизнь пролетает Милый и даже ты День пролетает, жизнь пролетает Милый и даже ты Завтра наступит осень Восточный ветер Тепло и влажно День пролетает, жизнь пролетает Милый и даже ты Пролетарская песня Так, еще что у меня? Еще у меня есть... Еще есть песенка, которая называется «Взрослые люди» Взрослые люди Там как раз упоминаются Мои любимые сказки Старого Вильнюса Которые много лет являются Одной из моих любимых книг Вот я перечитываю и перечитываю Эти сказки Старого Вильнюса И даже слетала в Вильнюс Вот только потому, что Начиталась этих сказок Вот А песня про взрослых людей Отношения с кофе Пора оформлять Я уехала в город, где нельзя умирать Но и жить возможно только в строю Сумасшедшую рыбою На Юпитер троллейбус опять опоздал Мироздание пишет Открытый финал И колодится комочек внутри И сжимается в МП-3 Я давно поняла Продолжений не будет Мы же взрослые люди Мы же взрослые люди А впрочем А впрочем А впрочем Не очень А впрочем Не очень Самолет выбирает Привычный маршрут Можно много успеть За двенадцать минут Можно так отформатировать жизнь Что посыпятся витражи Мы давно поженились У меня в голове По ночам я тихонько читаю тебе Засыпая через четверть часа Сказки старого Винюса Мне хотелось бы верить Продолжение будет Мы же взрослые люди Мы же взрослые люди А впрочем А впрочем Не очень А впрочем Не очень А впрочем Не очень АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Да, это к тому, что вот Мне иногда до сих пор не верится, что я Мне кажется, как-то я так случайно В этот возраст В этот возраст попала Может, еще не столько Через двадцать лет мы скажем Хо-хо-хо Какие мы были Тогда Так, еще одна песенка Называется Сон белой кошки Это песенка про то, что приснилось Моей белой кошке У меня есть белая кошка Ася Вот, как моя дочь говорит Мама, ты мне столько песен Не написала Значит, кошке Целой, значит Такую, значит Песню Про то, что ей приснилось Белая песня Или сон белой кошки Она купалась в белом море Смывая прошлые грехи И белый клоун на заборе Писал ей белые стихи И белый клоун на заборе Писал ей белые стихи Она кружилась в белом танце Не замечая белых мух И белый пудель улыбался И пианист играл на слух И пианист играл на слух Она всегда любила скачки И белоснежных скакунов Вот только с белою горячкой Наивно путала любовь Наивно путала любовь Она не видела проблемы И белый флаг в шкафу нашла И навсегда с Андреем белым От Саши черного ушла И навсегда с Андреем белым От Саши черного ушла И белый парус белой ночью Умчала к белым облакам И белый снег упал на почву И мир упал к ее ногам И мир упал к ее ногам Она стояла у окошка И что-то думала о нем Она приснилась белой кошке Необычайно белым днем Она приснилась белой кошке Необычайно белым днем И все приснилось белой кошке Весьма обычным белым днем Вот такой сон Мне кажется, ей однажды приснился Так Вот попробуем мы еще спеть песенку В этот диск вошла единственная песня На чужие стихи Это на стихи Маши Маховой Вот Ну, наверное, многие ее знают Это очень хороший автор Из города Иваново Очень много на нее На ее стихи поют песен Вот, и в частности Там и Лена Фролова И Эльмира Галеева Много У нас даже в пандемию состоялся Такой эфир Где все пели Машины песни Я поучаствовала тоже вот с этой песней Вот Редко меня прошибает Вот что-то на чужие стихи написать Вот Вот это действительно просто вот как-то вот Прошибло Такое Машино стихотворение Мы его записали на диске Знаете, только под такие Под стук кастаньет таких И контрабас Вот То есть она такая идет почти без музыки Называется Ну, никак не называется он у Маши Это только схемы Это только схемы Перерасчеты И нельзя понять Для чего Зачем Говоришь, мир сходит с ума О чем-то В нем он не был, видимо Вообще Забираясь в бункеры И берлоги Затыкая уши Сбежав от дел Ну, а что там Бункнуло нам под ноги Ну, а что там Бункнуло нам под ноги Это день упал Это новый день У меня болит Говоришь ты молча Я в ответ молчу Горизонт размыт Я иду домой Проверяю почту Может в мире Где-нибудь Не болит У меня Такая Кругом Засада И куда Не сунешься Темный лес Подставляю руки Но ты не падай Подставляю руки Но ты не падай Это так На случай Что кто-то есть Разорвались звенья Распались связи Покатился с горки Огромный ком Я уже не знаю В какой мы фазе Может и на Марсе Прием Прием Может мы Под Тулой Или в Миасе Или уже чувствуем Третий Рим Не смотри на солнце Там много красного Не смотри на солнце Там много красного И заходит В нас Оно И горит А куда Спешит Обалдевший Поезд Я не знаю Просто я в нем Лечу Это видимо Время сейчас Такое А когда Другое Хочу Хочу Мимо мчатся Годы и дни Недели А в туннеле Дым Но огни Горят Мы летим В какие-то Параллели Мы летим В какие-то Параллели Сквозь миры На красный На все подряд Наугад Сквозь ад Набирая скорость Позабыв И компас И свет В ночи И твердим Друг другу Держись Не бойся И твердим Друг другу Держись Не бойся И твердим Друг другу Держись Не бойся Не теряй Рассудок Не соскочи Чуть Не сбил Вот почему Когда про миас Начала Думаю Миас же И чуть не сбилась Да Может мы под Тулой Причем в Туле У нас Муровы Я все время Когда пою У меня И Тула И Миас Может мы под Тулой Или в Миасе Или кожей Чувствуем Третий Рим Вот такое Маша на стихотворении Я мечтаю Чтобы Маша Когда-нибудь До нас Как-то Мы бы ее пригласили Когда-нибудь Она замечательная Вот еще Есть такая Песенка В этом диске Которая называется Касуми Обычно людям Непонятно То есть Касуми Это в переводе Ну как Нам сказал Наш капитан Что Касуми В переводе С японского Это вот там Какой-то Туманный Туман Тайна Там что-то такое Эта песня Посвящается Моему 2019 году Сейчас я С особой Ностальгией Конечно Потому что Тогда мы Понятия не имели Что казалось Что так будет всегда В 2019 году Я умудрилась Съездить Сначала Во Вьетнам Потом я была В Вильнюсе Потом я была В Венеции Потом я была На Камчатке Там всю жизнь Собиралась И все это В один год случилось И заполировала Еще Стамбулом Это еще Осенью И вот эти мои Такие вот Впечатления Такие Песенка маленькая Такая То есть там В песенке Песок халактырский Который я привезла С Камчатки У меня до сих пор В куртке Вот такая горстка Вот этого халактырского Песка Там напоминается Макс Фрай тоже Потому что Когда мы были В Вильнюсе Я мечтала Мечтала Что Макс Фрай Светлана Она где-то здесь Живет Я знаю Что она живет В Вильнюсе И мы думали Ну как Ее увидеть И вот знаете К вопросу о том Что Когда чего-то Очень сильно хочешь И визуализируешь Нам сказали Что У нее сейчас Синие волосы Ну ладно Синие волосы Да На всякий случай Мы залезли в интернет Посмотрели Как она выглядит Думаю Ну так вот Ну и вдруг Да Мы Чтобы узнать Потом сказали Что синие волосы Вот И вот Только поговорили И мы идем И далеке-вдалеке Идут такие Синие волосы И такой Какой-то Пиджачок Кеды Какое-то Платьишко Ну чудес не бывает Ну что там Какая-то Пигалица идет А солнце Светит в глаза еще И уже когда Она поравнялась С нами И мы же посмотрели В интернете Это лицо Синие волосы Макс Фрай И она так вот Мимо нас Прошла Фотоаппаратами Там защелкали Если бы как-то Ну я бы даже Подошла Может быть Что-то Ну просто Мы были так Ошарашены И она уже Просто вот Мимо прошла И вот этот вот Ужупис у нас Оказался Прямо с настоящим С настоящей Макс Фрай И вот такая Песенка Она И там Да И до сих пор У меня на столе Лежит карта Венеции На которой Спит Кошка моя Она каждый день Приходит Когда я за компьютером Ложится На эту карту Венеции И засыпает И Касуми Это была яхта На которой Мы ходили В Петропавловске Камчатском Вот С нашей Маргошей Пастуховой Вот если Кто знает Да Маргошка с нами Там Нас там Водила Где могла Вот Касуми Это была Вот такая Яхта Касуми Ташкентские яблоки В Лондоне Сыра Не сохнет белье И куда-то Бегут бегуны А я Доедаю Остатки Веронского Сыра И в куртке Песок Халактырский Как будто С луны В ужуписи Синие Волосы Только Уфрая Девчонки Из Минска Играют Вивальди Гроза На карте Венеции Кошка Моя Засыпает А яхту Касуми Куда-то Несут Паруса Пришли мне Открытку С окном На канал Или поле Смонтируй мне Счастье Из летних Коротких Минут Где Где два Человека Плывут На волшебной Гондоле Они Никуда Не спешат И останутся Тут Они Никуда Не спешат И останутся Тут Они Никуда Никуда Не спешат Вот Дай бог нам с вами Все-таки Еще Чтобы мы Как-то Как-то Все Наладилось Астрологи И Вирусологи Говорят Примерно Одинаково Еще Ну Следующий год Нам еще Не светит Но через год Может быть Все-таки Какой-то Всемирный Иммунитет Мы все Приобретем Может Каким-то Тяжелым Способом Да Но Я надеюсь Все-таки Должно Еще что-то У нас Быть В этом Плане Я конечно Варенье Не варю Но Не настолько Я пессимист Да Тем более У меня есть Подружки Которые Варят Так Что я еще Из этого Хотела вам Спеть В первом Уделении Спела Спела Не знаю Спеть Ну да Варенье И наверное Наверное Попробую Сейчас Варенье Спою Потом Варенье Да Такая Моя Я очень Люблю Эту Песенку Хотя Она Родилась Наверное Где-то Вот из строчки Что варенье В этой жизни Варят Только Оптимисты Потому что Они надеются Дожить до зимы Я никогда Не варю Варенье Вот Ну После этой песни Мне стали Очень много Дарить Варенье Вот Ну на самом деле Я вот Я уж потом Стала говорить Что я Ну я его не варю Потому что я его Не ем По-честному Ну я не люблю Я варенье Поэтому я его Не варю Причем Два года назад Мы снимали Дачу И у нас было Очень много Яблок Просто очень много И я вот уже ходила Я уже почти сломалась Я уже готова была Варить варенье Я не стала Варенье Только потому что Ну как же я потом Буду петь песню Что я потом буду Говорить Люди Поэтому я не сломалась Варенье Я не варю Я никогда Не варю Варенье Варят Варенье Другие люди Те, для которых Смешны Сомнения Будет зима Или зимы Не будет Те, для кого Не страшны Сомнения Будет зима Или зимы Не будет Я же уверена В том, что лето Только сегодня А завтра Что там Тот, кто вращает Мою планету Может устать Дребезжать По нотам Тот, кто вращает Мою планету Может устать Дребезжать По нотам В зале Довольно Свободных Кресел Хочется Вдруг Завести Собаку Я не пишу Гениальных Песен Но и плохих Не пишу Однако Я не пишу Гениальных Песен Но и плохих Не пишу Однако Слишком Пронзительно Жить на свете Хочется Вдруг Улететь На полюс Что принесет Нам Восточный Ветер То ли Любовь То ли Мэри Поппинс Что принесет Нам Восточный Ветер То ли Любовь То ли Мэри Поппинс Я не всегда Выбираю Берег В море Свободы В потоке Света Мне далеко До твоих Америк Мне бы хотя бы Дожить до лета Мне далеко До твоих Америк Мне бы хотя бы Дожить до лета А лето проходит Сплошным Пожаром Ярко И быстро Как день рожденья Будет ли Лето Еще Пожалуй Но я Никогда Не варю Варенье Будет ли Лето Еще Пожалуй Но я Никогда Не варю Варенье Аплодисменты Который Который Называется Эллоуин Который Каждый год Делала Раньше Моя Хорошая Подруга Элла В Израиле Вот Собственно Мы с ней Познакомились Когда она Позвала Меня На этот Эллоуник И На этот Эллоуник На этот Капустник Обычно Бывает Какая-то Тема Вот Тот год Когда я Ездила В Восемнадцатом Году Нет Восемнадцатом Восемнадцатом Да Это был Год Когда Тема Была Восточные Сказки Или Восточный Базар Распределялись Роли Заранее Можно Было Выбрать Роль Я взяла Себе Роль Шахерезада Сразу Застолбила Себе Царицу И Нужно Было Сочинить Песню И Сценарий Уже Был Простроен Там Песня Просто Вставлялась В сценарий Вот Было Полгода Для того Чтобы Написать Эту Песню Но Как Мы Всегда Знаем И Русские У нас Всегда Так Поступают Это В нашем Менталитете То Ну Месяц Два В общем Неделя Она должна Петь Это Шахерезада Я не могу Понять Даже Про что Она должна Петь Я бы Написала Но Я не могу Понять Про что Она должна Петь Вот Грандиозными Умами Моего Товарища С Борзовки Андрея Александрова И Сережа Ивкин Помогал Мы Родили Идею И Немножко Они мне Помогали Ее Оформить Потому что Надо было Быстрее И мы Придумали Такой Сюжет Ну Не сюжет Такую Фишку Что У Шахерезады Была Русская Бабушка И Она Рассказывала Шахерезаде Русские Сказки И Естественно Шахерезада Потом Рассказывала Тоже Такие Своеобразные Сказки И Я когда Прилетела В Израиль Я там Никого Не знаю И вышла Там Такой Огромный Зал Ну Как Огромный На тысячу Человек Такой Здоровый И Выходишь И я так Вышла Там Не Евреи Сидят И Я такая Ой как страшно Стало Да Я вообще Просто Дрожащими Руками И Тут Я начала Петь И Говорю Вы знаете Что У Шахерезада Это была Русская Русская Бабушка И тут Весь Зал Как Засмеялся И Все И мне Так Сразу Хорошо Стало Все И Легко И Мы Сыграли И Было Очень Замечательно Два Музыканта На сцене Они Подыгрывали Вот эти Восточные Мотивы Я Конечно Так Не Смогу Но Сейчас Я Как Смогу Вот Вам Изображу Что Там Как Мы Были Мало Кто Знает У Шахерезада Была Русская Бабушка И Маленькой Шахерезаде Она Рассказывала Русские Сказки Поэтому Когда Шахерезада Попала Во дворец К жестокому Царю Шахрияру То И Сказки Она Ему Рассказывала Весьма Спецически Ночь На пороге Легка И Безбрежна Знаю Улыбка Твоя Безмятежна Дабы Не Кончилось Действие Ласки Я Расскажу Тебе Дивные Сказки Как-то Зурна Мне Напела На ухо Жил-был Старик Со Своею Старухой В Проголодь Жили В Труща Бах-Бах Да-да Тощий Фазан Вот и Вся Их Отрада Тощий Маленький Хромой Фазан Как-то Фазан Сгромай Здесь На крыльцо Да-да-да-да Снес Не бывало Большое Яйцо Да-да-да-да Бить Не разбить Скорлупа Как броня Били Всю Ночь И в течение Дня Старик Бил-бил Не разбил Старуха Била-била Не разбила Мимо Случайно И шаг Проходил Да-да-да-да Дернул Хвостом И, конечно Разбил Да-да-да-да Что они Сделали С тем И шагом Спи, мой Прекрасный Спи, мой Прекрасный Спи, мой Прекрасный Узнаешь Потом 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 На следующую ночь Шахерезата Да рассказала Сказку Про Фазана И начала Совсем Другую Удивительную Сказку Бедный Рыбак Мустафа Из Стамбула Невод Закинул И видит Акула А нет Не акула Обычный Сазан Вдруг Стрепенулся Сазан И сказал Если Отпустишь Отпустишь Ты Стар Чем Меня Да-да-да-да Дам Я тебе И тынь Гей И коня Да-да-да-да-да А Мустафа Ему Хоть я Бедняк Хамду-ла-ла И ступай Себе Так Ступай Себе Так Дома Бронила Жена Мустафу Дурень Прошляпил Такую Лафу Взад Возвратися Пусть Этот Сазан Справит К полуночи Новый Казан Старый Совсем Прохудился В море Понура Вернулся Рыба Ла-да-да Ла-да Кличет Сазана Да Тот Не дурак Да-да-да-да Чем Там Закончилось Тем Сазаном Спи Мой Прекрасный Спи Мой Прекрасный Спи Мой Прекрасный Узнаешь Потом 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 На следующий день Шикерезада Да рассказала Сказку Про Сазана И начала Уже Совсем Другую Удивительную Сказку Юношу Юношу Из небольшого Аила Банда Джавдета В песках Схоронила Юноша Выжил Но Еле Живой Молвил Не трогай Джавдета Он Мой Банда Джавдета В поля Ускакала В небе Туркменском Заря Догорала Красноармейцы Не знаю Зачем У Абдулы Захватили Гарем Зачем Они захватили Это гарем Никто Не знает Лейла Гузель На И На Джамиля И Фа И На На И На Джамиля Сухову С Петькой Несладко Пришлось Но Женщин Востока Спасти Удалось Свободу Вам Товарищи Женщины Хоть Верещагин Не дал Пулемет Павлины Говоришь Банда Разбита Коль Сказка Не врет А Сказка Не врет Чем Там С Гарем Что Там С Гарем С С Лучилось Не Ясно Завтра Узнаешь Спи Мой Прекрасный Завтра Узнаешь Спи Мой Прекрасный День Просыпается Райской Птицей Сколько Сколько Веков На земле Не Продлится Дабы Не Кончилось Действие Ласки Женщины Будут Рассказывать Сказки Рассказывать 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 Во время Во время Пандемии Сидение Дома Я Начала Усиленно Петь Учить Чужие Песни Я Всегда Пела И учила Но У меня Никогда Не хватало Оправдание Как Какой Какой То И Одна Из этих Песен Которую Я Выучила Как раз В эти Вот В первую Волну Она Меня Прям Так Сильно Зацепила Я Пела 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 Потому Что Она Эта Песня Почти Ровесница Меня Она Стихи Александра Кушнера На музыку Сергея Никитина Времена Не Выбирают Времена Не Выбирают В них Живут И Умирают Больше Пошлости На свете Нет Чем Клянчить И Пенять Будто Можно Те На Эти Как На Рынки Поменять Что Не Век То Век Железный Но Дымится Сад Чудесный Блещет Тучка Я В пять Лет Должен Был От Скарлатины Умереть Живи В невинный Век В котором Горя Нет Ты Себя В счастливце Прочишь А При Грозном Жить Не Хочешь Не Мечтаешь О чуме Флорентийской Проказ Хочешь Ехать В первом Классе А Не В трюме В полутьме Хочешь Ехать В первом Классе А Не В трюме В полутьме Что Не Век То Век Железный Но Дымится Сад Чудесный Блещет Тучка Об Нем Век Мой Рок Мой На Прощанье Время Это Испытанье Не Завидуй Никому Крепки Тесные Объятия Время Кожи А не Платье Глубока Его Печать Словно С пальцев Отпечатки С нас Черты Его Искладки Приглядевшись Можно Снять Словно С Пальцев Отпечатки С нас Черты Его Искладки Приглядевшись Можно Снять Времена Не Выбирают В них Живут И Умирают Большей Пошлости На свете Нет Чем Клянчить И Пенять Будто Можно Те На Эти Как На Рынке Поменять Что Не Век То Век Железный Но Дымится Сад Чудесный Блещет Тучка Обниму Век Мой Рог Мой На Прощанье Время Это Испытание Не Завидуй Никому Не Завидуй Никому Не Завидуй Никому Вот Такое На самом деле Старое Старое Стихотворение Не Потерявшее Своей Актуальности Вот Еще Хочу Вам Спеть Сейчас Мне Сказал Саша Что Маша Махова Смотрит Нас Передает Привет Что Эльмира Галеева Смотрит Передает Привет Да И я Вот Хотела Как раз Я Запланировала Спеть Сегодня Песню Эльмира Галеевой Единственную Песню Которую Я у нее Пою Но Я ее Пою Очень Давно И Пою И Я даже Не могла Представить Что когда-нибудь Я познакомлюсь С Эльмира Ну вот Так Жизнь Идет И Мы с ней Познакомились Она жила у меня Дома И Песня Которую Я пою Много лет Это Песня На стихи Марины Цветаевой А Марина Цветаева Это В общем Практически Причина Моего Появления В общем Вообще В поэзии И Где-то Даже Благодаря Ее Поэзии Мне Что-то Захотелось Писать Самой Я очень Много Ранних Текстов Писала Очень Много У меня Было Таких Подражаний Вот Вы Столь Забывчивы Сколь Незабвенные Ах Вы Похоже На улыбку Вашу Сказать Сказать Еще Золотого Утро Краши Сказать Еще Один Во всей Вселенной Самой Любви Молодой Военнопленный Рукой Челине Ваяная Чаша Друг Разрешите Мне На лад Старинный Сказать Любовь Нежнейшую На свете Я Вас Люблю В камине Воет Ветер Облокотясь Уставить В жар Каминный Я Вас Люблю Моя Любовь Невинна Я Говорю Как Маленькие Дети Друг Все Пройдет Виски В ладонях Сжаты Жизнь Разожмет Молодой Военнопленный Любовь Отпустит Вас Но Вдохновенный Всем Пророкочет Голос Мой Крылатый О том Что Жили На земле Когда-то Вы Столь Забывчивый Сколь Незабевенный Я помню Ночь На склоне Ноября Туман И дождь При свете Фонаря Ваш нежный Лик Сомнительные Страны По-тикинсовски И тусклый И туманный Знобящий Грудь Как зимние Моря Ваш Нежный Лик При свете Фонаря И ветер Дул И лестница Велась От ваших Губ Не отрывая Глаз Полусмеясь Сплетая Пальцы В узел Стояла Я Как Маленькая Муза Невинная Как Самый Поздний Час И ветер Дул И лестница Велась Она Меня Из-под Усталых Вежд Струился Сон Сомнительных Надежд Затронув Губы Взор Змеился Мимо Так Серафим Томимый И хранимый Таинственной Святостью Одежд Прельщает Мир Из-под Усталых Вежд Сегодня Так же Дикенцева Ночь И так же Дождь И так же Не помочь Ни мне Ни вам И так же Стонут Трубы И лестница Летит И те Те же Губы И тот Же Шаг Уже Спешащий Прочь Туда-куда-то В Дикенцеву Ночь Туда-куда-то В Дикенцеву Ночь Вот это была Дикенцева Ночь Из цикла Комедианты По-моему Если не ошибаюсь Вот Еще Успею Да, наверное Две песенки Вам спеть Которые Запланировала Вот Запланировала Я песенку Тоже К сожалению К сожалению Я ее Стала Петь К сожалению Потому что Она посвящается Моим Ушедшим Друзьям Вот Ну да Недавно Мы со всем Проводили Славу Снова Появился Повод Ее Петь Вот В общем Моим Всем Ушедшим Друзьям По улице Моей Который Год Звучат Шаги Мои Друзья Уходят Друзей Моих Медлительный Уход Той темноте За окнами Угоден У одиночества Как в твой Характер Крут Посверкивает Циркулем Железным Как холодно Ты замыкаешь Ты замыкаешь Круг Не внемля Увереньем Бесполезным Дай стать На цыпочке В твоем лесу На том конце Замедленного Жеста Найти листу И поднести К лицу И ощути Сирост Как блаженство Даруй мне тишь Твоих Библиотек Твоих концертов Строгие Мотивы И мудрая Я позабуду Тех Что умерли Или доселе Живы И я познаю Мудрость И печаль Свой тайный Смысл Доверят мне Предметы Природа Прислонясь К моим Плечам Объявит Свои Детские Секреты И вот Тогда Из слез Из темноты Из бедного Невежества Было Друзей Моих Прекрасные Черты Боятся И растворятся Снова Друзей Моих Прекрасные Черты Боятся И растворятся Снова Ну и вот Примерно На эту же тему Только более Светло Наверное Та-ра-та-дам Та-ра-та-дам Та-ра-та-та-да Та-ра-та-дам Та-ра-да-дам Та-ра-да-та-ра-та-ра Вот уходит Наше время Вот Редит Наше племя Время Кружится Над всеми Легкомысленно Как снег На ребячей Скачет Ножке На игрушечном Коне По тропинке По дорожке По ромашкам По лыжне Та-ра-та-дам Та-ра-та-дам Ла-ра-та-дам Та-ра-та-да-да-да-да А когда Оно Уходит Ничего Не происходит Солнце За гору Заходит Оставляя Нас Луне Мы Глядим За ним В окошко И видим Белый След Саней На тропинке На дорожке На ромашках На лыжне Та-ра-да-дай Та-ра-да-дай Та-ра-да-да-да-да-дай Все, что было То и было И представьте Было мило Все, что память Не забыла Повышается В цене Мы надеемся Немножко Что вернется Все к весне По тропинке По дорожке По растаявшей Лыжне Та-ра-та-дай Та-ра-да-дай Та-ра-да-да-да-да-да Мы-то тайно Полагаем Что не в первый раз Шагаем Что за этим Черным гаем Снова ждет нас Новый лес Что уйдем мы Понарушку Сменим скрипку На кларне Играя На дорожке Мы продолжим На лыжне Играя На дорожке Мы продолжим На лыжне Та-ра-да-дам Та-ра-да-дам Та-ра-да-да-да-да Та-ра-да-да-да Та-ра-да-дам Та-ра-да-да-да-да-да-да-да Юрий Висбор Подарил нам Такую песню Про то, что Будет новый лес Ну что, Алексей Я вас приглашаю на сцену Алексей Беляев Мой Давнишний соавтор Одну песню Которая вошла Вот в новый альбом Музыку написал Леша Беляев Тоже Ну мы начнем Наверное С лета А потом уже ее споем Споем Сначала Не зеленое лето Песенку Из Старого Старого Альбомчика Тихонечко Ну что ж тихонечко Не зеленое лето Не крепкий чай Не удавшийся выезд В Сочи Диафрагма С возрастом Три-пять Выдержки Никакой Эта ночь Подходит Для покурить Больше чем Остальные Ночи И потягивать Так же Как любишь Ты Балтику Номер Ноль И потягивать Так же Как любишь Ты Балтику Номер Ноль Не зеленое Лето Не мокрый Дождь Черно-белая Фотосъемка Эта ночь Разбросана Тут и там Замками По песку Рассказать бы тебе Про свои дела Да чужая душа Потемки А на вспышку Тратится Век не тот Нравы Но я рискну Не зеленое Лето Под хит ФМ Неизменно Летит На красный Сокращая Стремительно Нашу жизнь На число Не зеленых Лет Эта ночь Подходит Для Все пройдет И Прохопа Подходит Для Все Напрасно Для Того Чтобы Тихо Кормить Огонь Вырезкой Из газет Для Того Чтобы Тихо Кормить Огонь Вырезкой Из газет Не зеленое Лето Да что С того Вместо Моря Доступна Ванна Эта ночь Сыграет В конце Концов Не последнего Плана Роль От меня Тебе Не спасет Никто И не Действует Как ни Странно Ни зеленое Лето Ни крепкий Чай Ни Балтика Номер Ноль От тебя Меня Не спасет Никто И не Действует Как ни Странно Ни зеленое Лето Ни крепкий Чай Ни Балтика Номер Ноль Не спасет Ни Так Ну давай теперь Как раз рыбу Песня про рыбу Музыка Алексея Беляева Я приснёс тебе рыбой в нелепых носках Неизвестный подвид непонятной расцветки Утопая по пояс в зыбучих песках Ты протянешь мне руку, а может быть сетку Ты поймаешь меня, но отпустишь потом Сумасшедшая рыба не выживет в бочке Ты приснишься мне тоже, человек за бортом Укротитель медуз и рыбак-одиночка Говорят, наша память, как будто вода Размывает границы миров и туманов Я приснёс тебе летом, когда-никогда Нас утащит на дно бытовых океанов Ты поймаешь меня, но отпустишь потом Сумасшедшая рыба не выживет в бочке Ты приснишься мне тоже, человек за бортом Укротитель медуз и рыбак-одиночка Я приснёс тебе, рыбак-одиночка Так, давай блюз теперь споём Блюз Субботний давай споём Блюз Это как раз из диска Тоже положи меня в карман Забери свои мысли в субботу Я их думать устала, я их ночью листала В детективном романе и на телеэкране Я следила за ними и считала своими Ваши глупые мысли Об особенном смысле Непростых отношений Дорогих украшений Не дарите мне больше Приезжайте надольше Распечатывать письма Забирать свои мысли Я их думать устала Я их думать устала Забери свои мысли в субботу Я их думала долго, без особого толка Мне их больше не надо В виде срочного вклада Положите их в банки Корвалол с валерьянкой Помогают не очень ваши мысли До ночи покушаясь на душу Будоражат и душат Я не слышу будильник Положу в холодильник Чтобы вдруг не прокисли Ваши глупые мысли Я их думала долго Забери свои мысли в субботу Я верну их с улыбкой Это было ошибкой Попросить их на время Чтобы скрасить потери Без шабашного лета Никакие запреты Не влияют на сердце Захвати полотенце Вытирать мои слезы Ваши мысли в занозах Убирайтесь в работу Возвращайте в субботу Как система Зависли в голове Ваши мысли Я верну их с улыбкой Я верну их с улыбкой Забери свои мысли в субботу Забери свои мысли в субботу Забери свои мысли Я их думать устала Забери свои мысли Спасибо, это был субботний блюз А сейчас никто не знает почему Никто не знает почему Как у моблич Она приходит на правах сначала птичьих Потом меняет на ходу свои замашки И пробирается куда? Под рубашку И жизнь отныне состоит, дробясь на части Из растворенных в небесах молекул счастья И ты ведешь себя безумно и отважно И слышишь музыку, запрятанную в каждом Никто не знает, от чего ее воротит Не объясняя ничего, она уходит И вместо музыки с трудом выходят гаммы И прельбрусье выдает кардиограммы Но ты привыкнешь без нее довольно скоро Таких привыкнувших я знаю целый город Однажды утром или, скажем, на закате Она вернется, она вернется, она вернется И окажется не кстати Никто не знает, почему Никто не знает, почему Никто не знает, почему Так, что еще? Телефонный плюс? Леша написал когда-то на мои старые-старые стихи У меня ничего нет Да и что я могу дать Вам, которому сто лет Я устала всегда врать Врать, что дом, наконец, свой Врать, что никогда ждет душ Врать, что скоро придет злой И рассерженный мой муж Что усталось от моих с рук И в гостиной, включив свет Будет слушать, как я вру У меня ничего нет Будет слушать, как я вру У меня ничего нет Ну вот, как раз две песенки у нас осталось И мы прямо напишемся Самая, наверное, наша такая Известная, не побоюсь этого слова С Лешей песней Это «Зачем вам этот человек?» Да, написанная в поезде По дороге в Америку Как вот В поезде в Америку Зачем вам этот человек? Он слишком гордый Вам никогда не разучить Его аккорды Его немыслимо сыграть В одной октаве И растворится ваша боль И растворится ваша боль И растворится ваша боль Его отравит Зачем вам этот человек? Он слишком легкий Он улетел бы Да запутался в веревках Он будет там, где без сомнения Он первый Зачем вам этот человек? Зачем вам этот человек? Зачем вам этот человек? Он слишком верный Зачем вам этот человек? Он слишком странный Его распахнуты глаза Двойные рамы Он будет бешено скучать Пока он дышит Но ни за что не позвонит Но ни за что не позвонит Но ни за что не позвонит И не напишет Зачем вам этот человек? Вы так похожи Вам даже снится Поначально одно и то же Другое лето Или музыка другая Зачем вам этот человек? Зачем вам этот человек? Зачем вам этот человек? Сама не знаю Зачем вам этот человек? Вы так похожи Вам даже снится По ночам одно и то же Другое лето Или музыка другая Зачем вам этот человек? Зачем вам этот человек? Зачем мне этот человек? Сама не знаю Сама не знаю Алексей Беляев Ну и закончить я хотела Тоже как бы своей Ну практически да Визитной карточкой Моим пасхальным барашком Мне уже я прошу не дарить барашков Потому что шкаф как бы заполнился Ну в общем уже Сущие мы стараемся уже больше не множить Но такой Увесистый, впечатлительный шкаф С барашками у меня существует Какой позор Я так и знал Ты плачешь прямо в чашку А я тебе нарисовал Пасхальный барашка А я тебе нарисовал Пасхальный барашка Пока его не потерял Таинственный погонщик Скорей рисуй Барашку вдаль Хрустальный колокольчик Скорей рисуй Барашку вдаль Хрустальный колокольчик И пусть еще кому-нибудь Хрустальный звон приснится Спеша шагнуть На млечный путь Барашкины копытца Спеша шагнуть На млечный путь Барашкины копытца Теперь ты знаешь Мой секрет Секрет большой и страшный На сотни бед Рисуй в ответ Пасхального барашка На сотни бед Рисуй в ответ Пасхального барашка На сотни бед На сотни бед Рисуй в ответ Рисуй в ответ Рисуй в ответ Огромное спасибо вам всем Что вы пришли Сейчас так мало концертов Что как бы вот Да Ура Все Рисуй в ответ Спасибо Спасибо Субтитры сделал DimaTorzok